правительство пошло всем нам навстречу берег турецкий вновь открыла для всех нас и тут же мы отправились на встречу со средиземным морем солнца не боясь а чё бояться мы же все привыкли на средиземном море отдыхать поэтому будем здесь загорать и веселиться и вам докладывать тишь здесь на море или гладь уважаемые любители рок-музыки в бассейн окунулись про номер вам все рассказали теперь идем главному месту отдыха морю на пляже это наш 105 номер r105 счастливое число кстати вы не знали что 105 счастливое число я вижу по глазам что не знали я вам расскажу почему а потому что здесь поселился волощуп из дорог звезда поэтому то номер счастливый теперь чтобы усилить лучших людей по столке уедут и вот этими загадочными очень прекрасными путями мы идем к морю вот так мы проходим над знаменитым бассейном который мы ныряем из своего номера вот он и бассейн я про отель конечно буду потом рассказывать делать обзорную экскурсию но если вы обратили внимание он совершенно новый проходим мимо главного мимо сцены а для вы знаете для рокера это самое главное сцена и здесь вы видите такой зал эксклюзивный зальчик строго сидячий потому что хорошую музыку чтобы вы понимали не колбасятся люди на танцполе а сидят и внимательно слушают вот я надеюсь что уважаемые любители рок-музыки но честно соблазняюсь нырнуть но я стойкий вы знаете я все равно дойду до пляжа я пойду в море зачем не хлорированная вода я в море вы со мной или нет уважаемый любитель рок-музыки ну и пока мы идем к морю я расскажу вам пару бассейн вы же любите когда я вам басни всякие рассказываю вот здесь от нашего номера до моря метров 200-300 а одна моя бабуля по отцу жила в поселке железный порт на черном море под херсон дом у бабули стоял на улице морской и называлась она так потому что была первой улице от моря и шла параллельно береговой линии так вот до моря от бабулиного огорода было метров пятьдесят не больше каждое лето родители отвозили нас с братом к бабуле и оставляли на три месяца на все каникулы вот тогда я и почувствовал и вкус моря и вкус свободы бабули было не до нас у нее своих забот хватало поэтому мы были предоставлены самим себе только поесть да поспать под вечер домой приходили свобода полнейшая из моря не вылазили но только согреться на золотисто белом песке и камбалу ловили и креветок и крабов и еще всяких приключений была масса то на тендровскую косу с утра подадимся а это территория черноморского заповедника девственная природа с тысячами чай гадюк уже и лягушек и прочей живности то с курортниками подеремся там люди дикарями приезжали отдыхать в палатках прямо на берегу моря то воздушных змеев запускаем в общем захватывающие были приключения и через три месяца мы уезжали домой загоревшие как негры а лет двадцать назад под воздействием ностальгических воспоминаний мне захотелось купить там дом прямо на морской улице и самое смешное что там такой дом продавали и я уговорил своего гениального продюсера и режиссера купить этот дом в качестве летней дачи но когда мы приехали посмотреть прицениться то выяснилось что от той прекрасной девственной природы там не осталось и следа вся береговая линия была застроена какими-то примитивными отдыхалищами сарайного типа к морю пройти было трудно только по каким-то узким тропам между этими сараями пляжи грязные на пляжах устроили бетонные волнорезы там стала застаиваться и цвести вода в воздухе стоял постоянный неприятный запах гниющих водорослей перед нами был наглядный пример бездумного хаотичного самостроя поэтому дом покупать мы там передумали но в этом был и огромный плюс и деньги сэкономили и я избавился от сентиментальных ностальгических чувств вот такая вот веселая басня но как вам уважаемые любители рок-музыки согласитесь что неплохо неплохо вот они обустроились и неплохо видят тут даже бар есть такой кругленький традиционный пойдемте глянем а я первый раз такой бар дайте не видел идемте мы однажды приехали на остров цейлон но шри-ланка и там вот точно также был бар в нем можно было сесть в воде и заказать себе молочный коктейль я тогда обожаю молочные коктейли с текилой вместе с водкой с коньячком знаете сядешь так аккуратненько заказать молочный коктейльчик под водочку и под текилу и хорошо так шло ну а сейчас я люблю только крепкие напитки имеют кофе крепкий это разбавляю надо молоком поэтому латте вот вот мое любимое сейчас напиток мой любимый вот так сказал но но сегодня обещают какую-то рок-группу на сцену выпустить чтобы порадовать волосю ксд чтобы он оценил и сделал рецензии вы знаете я люблю делать рецензии особенно это знают всяких хэви-метал попсаре по шансонщики что я прихожу инкогнито на концерт и делаю там рецензий q аккуратненько даю заключение умеют играть или нет или корчат из себя хэви-металлистов рокеров блин поэтому уважаемые любители рок-музыки меня ждет море как остапа бендера ждало рио-де-жанейро меня ждет море идем и он уважаемые любители рок-музыки мужики готовятся к бою видите смачивают сейчас начнется пляжный волейбольчик видите стоят бой бурой нет бы работать эти они пляжным волейболом хотят заниматься ну 22 бура я помните на полтора часа но тут их поменьше но бура и настоящий когда-то я был таким 170 вам не было kill то есть меня приглашали в сборную по борьбе с ума даже раз подходишь часто 170 это нормально как раз будешь первым на легчайшем весе у них это первый раз на легчайший вес начинается со 170 килограммов а вы будете смеяться я очень долго дрался в боксе в первом на легчайшем весе до 48 килограммов от 46 до 48 килограммов и более того еще смешнее расскажу вам историю я не дотягиваю до 46 килограмм было у меня 42 кило это при этом росте чтобы понимали и мы приехали как-то наперенство украины в харьков мы первый день взвешивания нужно показать вес от 46 до 48 и я взял с утра наелся нельзя перед боями зажираться это же влияет но мне пришлось съел много все равно становлюсь на весы показывать 44 там или 45 не дотягиваю и тогда я взял пошел нашел гирьку килограммовую не гирьку гантельку килограммовую плавки засунув пришел на взвешение взвесился и меня показалось 46 500 попал вес и тогда вот неплохо это когда подрался в харьков вторым стал вторым чемпионом украины так и не стал проиграл джамилю япарову такой татарин был арамиль рамиль и потом стал мастером спорта международного класса хороший боксера такой поэтому не зазорно такому проиграть извините в финале япарову привет если видит меня конечно вот она сзади моречка лучше моря места не найдешь а на просторе все переживешь в море блеск волны по берегам море за тебя я все дам идем плавать уважаемый любитель руку музыки вот оно охлаждение и божество это прекрасно я думаю это не думаю всем имели возможность из жизни русской профессор и жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет а а а